Шесть лет вроде бы небольшой для истории срок, но за эти годы страна изменилась и главная цель всех этих перемен экономическая независимость Кыргызстана и прежде всего повышение уровня жизни каждого из нас. Вот чего удалось добиться стране за последние годы. В 2015 году завершено строительство линии электропередачи Даткакимен протяженностью 405 километров, что обеспечит энергетическую независимость и безопасность страны. В 2015 году началась реконструкция Бишкекской ТЭЦ. Дата ввода в эксплуатацию – август 2017 года. Сотрудничество с компанией «Газпром» позволит запустить магистральный газопровод «Север-Юг» общей протяженностью 608 километров. В 2015 году в стране заасфальтировано более 273 километров автомобильных дорог, отремонтировано 185 километров дорожного полотна и 81 километр гравийной дороги. Идет строительство альтернативной дороги «Север-Юг». Общая протяженность – 433 километра. Стоимость проекта – 850 миллионов долларов. Началась реконструкция автомобильной дороги Бишкек-Каракол-Балычи или Иссык-Кольца общей протяженностью 445 километров. С 2011 по 2015 годы в рамках государственных инвестиций и программной помощи привлечено более 5 миллиардов долларов. Средства направят на поддержку основных секторов экономики – энергетику, транспорт, сельское хозяйство, инфраструктуру. 12 августа 2015 года Кыргызстан присоединился к Евразийскому экономическому союзу. А значит, в стране начал действовать принцип четырех свобод. Свобода передвижения товаров, свобода передвижения капитала, свобода передвижения услуг, свобода передвижения рабочей силы. Для адаптации экономики к новым условиям был создан Российско-Кыргызский фонд развития с суставным капиталом в 1 миллиард долларов. Тем самым Кыргызстану предоставляется возможность реструктуризации экономики с учетом новых реалий и вызовов. И еще несколько цифр и фактов, которые могут прибавить нам оптимизма. Впервые за продажу лицензий на разработку месторождения Джируй бюджет получил в минувшем году 100 миллионов долларов. Раньше лицензии распродавали за 300 сомов. Согласно исследованию индекса успешности стран мира, республика заняла первое место в Центральной Азии и 74 место среди 125 стран. Кыргызстан улучшил показатели в рейтинге Doing Business 2016. Согласно отчету Всемирного банка, республика заняла 67-ю позицию рейтинга по легкости ведения бизнеса. Согласно индекса восприятия коррупции Международной организации Transparency International, Кыргызстан улучшил свои позиции.